Саша, скажи, пожалуйста, какие праздники ты празднуешь? Новый год и день рождения. Но Новый год не всегда, день рождения обязательно. Мне кажется, это самый любимый вообще. Не только у меня, а и большинства. Да, список хороший, Саш, но на самом деле праздников гораздо больше. И познакомиться еще с одной традицией. Я предлагаю прямо сейчас, пообщавшись с нашим гостем. Поэтому давай, отправляемся. Существует такой праздник, который вот будет совсем скоро. Он уже грядет, можно сказать, Курбан-Байрам. И в чем особенность его празднования? Да, вот с этой самой спецификой. Прямо сейчас предлагаю поговорить с нашим гостем. Раим Гафаров, руководитель отдела координации религиозных общин Духовного управления «Мусульман Крыма». Доброе утро. Доброе утро. Надеюсь, вы удачно к нам добрались, что утро началось хорошо. Да, слава Богу. Очень солнечное, хорошее утро. Ну и ведь сейчас весь мусульманский мир готовится к большому празднику. Вот расскажите, пожалуйста, как его будут праздновать у нас на полуострове? Дело в том, что вы знаете, во-первых, хочу поблагодарить к власти Крыма за то, что у нас получается, что праздник 11 числа – это воскресенье, а официально все будем отдыхать 12 числа. Это очень сильно радует всех мусульман Крыма. Праздник Курбан-Байрам – это очень важный праздник в жизни мусульман, потому что, в общем, у нас два самых больших значимых праздника. Вот это первый – Рамазан, праздник поста, и второй – праздник Курбан, праздник жертвоприношения. Дело в том, что, если брать, то Курбан, оно обозначает дословно с арабского языка, это приблизиться к Господу, в первую очередь, путем того, что люди сближаются друг к другу. Вы знаете, в этот день первое, что сделают мусульмане Крыма, это 6.30, я объявлю, отсюда воспользуюсь вашей площадкой, будет праздничная молитва. После нее люди пойдут, так скажем, да, приносить жертвенные животные. По исламу есть категория жертвенных животных, которые обязательно должны быть принесены именно богатыми людьми в этот день. И после этого это мясо будет раздаваться всем, то есть получается независимо, во-первых, хочу обратно же указать, что независимо от вероисповедания, мясо будет раздаваться всем нуждающимся. И этот праздник у нас с религиозной точки продлится 4 дня. Ну, мы знаем, что вот сколько лет празднуют этот день, отмечают, что всегда это очень весело, очень торжественно, что действительно вот эти угощения, их раздают всем, и можно попробовать, во-первых, блюда различные, но ведь это делается для того, чтобы вообще изначально было накормить бедных, или как, вот чтобы уважить, или да, я пытаюсь просто понять, вот в чем. Дело в том, что смысл самого Хурбамбайрама, как я сказал, это приблизиться к Господу. Это указание Господа с точки зрения ислама, то есть замена жертвы человеческой на животное, и это, в первую очередь, осуществляет это. Во-вторых, то есть получается, что в этот день всем неимуществам приносится какая-то, так скажем, да, помощь во все дома, должен быть праздник везде. Вы спросили, как проводится у мусульман этот день, а пророк говорит, что в этот день должны все радоваться, говорит, если среди вас будет тот, кто огорчен, тогда, говорит, это не праздник. Из-за этого, как вы говорите, вот пытается, мы пытаемся сделать как духовное управление мусульман Крыма, по всему Крыму сейчас проводятся праздники. Это, в первую очередь, в мечетях, во-вторых, вот всех приглашаем, всех жителей Крыма, получается, 12-го числа в парке Тренево у нас будет в 16.30 начнется праздничное мероприятие, всех приглашаем туда. И там, получается, и национальная культура, и религиозные обычаи, все в совокупности можно будет увидеть, и можно будет все вместе, именно, как говорится, сблизиться, потому что Курбан – это сближение людей. То есть мероприятие будет, по сути, концертного типа, да, насколько я понимаю? Да, конечно, конечно, да, вечером это будет, как бы, так скажем, развлекательного такого типа будет мероприятие. Ну, скажите, пожалуйста. С раздачей плова, как скажем, ну, как всегда. А, да даже будет вообще замечательно. Там будет очень много колоритных там, получается, что можно будет попробовать напиток «Щербет», который, так скажем, да, вот тоже, наверное, насколько я знаю, на мероприятиях в первый раз в этом году будет там раздаваться. И все это, как я полагаю, бесплатно, как я говорила, да, то есть напиток можно будет принять, всем попробовать желающим. А вот могут поучаствовать люди, которые пока еще не приняли участие, да, вот тоже хотят угостить? Они могут приходить и своими блюдами угощать, или вот как это? Как можно принять участие, не только беря что-то, но и тоже… Да, как стать участником, по сути. Да, принимая. Дело в том, что с точки зрения, так скажем, религии и ислама, вот именно здесь у нас праздник воскресенья, в субботу у нас день Арафа. Это тот день, когда, вы знаете, как бы Курбан связан и с паломничеством, с хаджем. Сейчас получается, что все паломники находятся в Мекке, и там будет день Арафа, когда они все стоят на Арафа. А те люди, которые находятся дома, в этот момент у нас у украинских татар есть такое обычное, то, что вечером готовится блюдо и раздается по соседям, именно вечером перед праздником. А в день праздника, да, уже в день праздника уже раздается всем. Конечно, именно вот накануне праздника все будут раздавать эти блюда своим близким, соседям, потому что по исламу, получается, соседи это 40 домов в любую сторону, как говорится, и в этом плане будет оно раздаваться. А именно на празднике там, конечно, ну, я не думаю, что как бы будет правильно, чтобы кто-то поносил и как бы раздавал. Там только те, как бы, на кого, кому это поручено, это будет делаться так. 40 домов. Стихийно не получится. И сейчас соблюдается действительно вот это число 40 домов 40 соседям? То есть вот сейчас вечером будут готовиться? Ну, вот именно получается, что не, имеется в виду не всем 40 раздать, но вот именно из них кому-нибудь раздать. Почему? Потому что, к сожалению, мы сейчас живем в таком мире, когда мы говорим, кто такой сосед, зачастую сосед не знает своего соседа, кто живет рядом, то есть его семью, даже фамилию не знает. Живем в таком мире, когда все как бы уединились именно в своих домах. Из-за этого по исламу это неправильно. Человек должен знать всех своих близких соседей. Он должен быть с ними в хороших отношениях. И на том свете Господь в первую очередь спросит за это. По исламу, получается, права соседа до такой степени велики, что порок сказал, говорит, что когда пришел ангел Джибраэль и начал рассказывать про права соседа, говорит, я испугался, что он его назначит мне как наследником. До такой степени это, то есть мы должны иметь хорошие добрососедские отношения во всем. А вот душевно, духовно, как нужно подготовиться к этому дню? Духовно мы должны понимать то, что в первую очередь именно жертвоприношение, как пророк учил, он говорил, что ни мясо, ни шерсть, то есть ничего, как бы Господу этого не надо. То есть мы здесь показываем свою богобоязненность этим. И пророк говорил, что у кого есть возможность зарезать в этот день животное, принести жертву животное, и он этого не сделает, говорит, пускай не приходит к нам мечеть до такой степени очень серьезно, к этому относился, мы должны показать духовно, то есть этим жертвоприношением, то, что мы это делаем, во-первых, ради Господа, ради себя, потому что Господь в этом не нуждается. И кроме этого мы должны поблагодарить, мы в этот день благодарим Господа за все блага, которые Он нам дал. То есть вот мы сидим, вот солнечная погода, как говорится, за электричеством плоти, а солнце, как бы, от Господа, в этом плане мы должны задумываться о цели нашей жизни, и мы должны благодарить, потому что, как я и сказал, Курбан связан с хаджем. День Арафа, как бы день познания, можно так перевести, когда человек стоит на горе Арафата и осознает всю свою жизнь. В этот день мусульмане должны проститься накануне праздника, и кто простится в этот день, ему прощаются грехи за два года. И человек, когда осознает суть этой жизни, на следующий день, именно день праздника, он проносит жертву, как, скажем, да, и благодарит тем самым Господа. Все этапы, так сказать, очищения и осознания, в первую очередь, да, ценности этой жизни, и потом уже благодарность и какая-то рука помощи другим. Конечно. Ну что же, большое спасибо вам за подробный культурный экскурс. Я напоминаю, что у нас был Раим Гафаров, руководитель отдела координации религиозных общин Духовного управления мусульман Крыма. И хотелось бы затронуть очень важный вопрос. Как было сказано, добрососедство действительно является одной из важнейших функций человеческого общества. И сохранять его, а главное, что поддерживать, это действительно необходимость.